— Всем привет, это подкаст «Комики против кино». — Его ведущая — режиссёр и комик Лиза Аранова. — И наш друг, мой друг, комик фильмоман Камикеса. — Камикеса — комик, режиссёр и режиссёрка — Дима Колыбелкин. — У нас в гостях наш друг и замечательный комик. — Ты кто? Что бы ещё хотелось добавить? — Я комик-кон. — Комик-кон. — Никита Дубровский! — Здорово, Никитич! — Теперь можно хлопать всё-таки. — Да, значит, что ещё? Это мы впервые в этом подкасте, в этом выпуске. — Дорогие наши зрители, мы наконец-то прислушались к вам и просили, чтобы мы монтировали как подкасты «Философии». Мы уволили нашего монтажёра, нас теперь будет монтировать человек, который монтировал подкасты «Философии». И здесь будут все сноски, всё, как вы любите, будут сноски, всё вообще, всё, что вы не понимаете, все слова. Мы будем делать сноски, если вам интересно, что такое — Вот сейчас появляется сноска, сноска, что такое слово слова. — Сейчас появляется сноска, а теперь мы делаем сноски, но мы начинаем хуже говорить, чтобы теперь люди писали «Делайте субтитры, пожалуйста». Но субтитры вы дождётесь выпусков через 20. — Пусть вас кубик к кубе озвучит. — Блин, ну можно, кстати, сделать выпуск, где мы сами себя озвучиваем за кадром, просто чтобы вам было приятнее, легче смотреть. Помимо сносок мы ещё озвучиваем сами себя. Это сейчас, я говорю, это всё озвучено потом липсингом в губы, в губы, поэтому… — Мне ещё не попадать там. — Так, Нитич, какой ты фильм выбрал? — Я выбрал фильм. — Книгу. — В это время, Никита, на книжном клубе мы сегодня обсуждаем книгу «Мстителей. Финал». Ты выбрал книгу «Жмурки». Фильм «Жмурки» Алексея Балабанова 2005 года. Балабанов — один из моих любимых русских режиссёров. — Мне тоже нравится. — Разумеется. И «Жмурки» — один из моих любимых фильмов. Я его посмотрел впервые. — Ну всё, наконец-то. Это вам не форсаж обсирать. — Так форсаж я тоже люблю. — Чисто над инвалидами издеваться. Тут уже серьёзные ставки. — Да-да, вот тут ещё изображение. Тут как бы все… Вот это не над инвалидами издеваться, это издеваться над такими великими людьми, как Алексей Панин, Дмитрий Дюжев и Никита Бесогон-Михалков. Вот так вот. Это мы не поддерживаем издевательство над инвалидами. Наш подкаст, мы… Все деньги с этого выпуска будут пожертвованы в фонд по борьбе с умственной отсталостью. Все деньги, которые мы с Лизой заработали на этом подкасте, мы отправили в фонд по борьбе с умственной отсталыми. Скоро в России не останется умственной отсталой. Мы победим. Короче, я «Жмурки» впервые посмотрел в 2005 году, когда мне было 10 лет, и я в 10 лет уже охуел от того, что там было светло-синий, ты пидарас, и что там сиску сразу показывают в первом же сцене. Мёртвую, да? Ну, мёртвую, но какая? Первая? Мы же не знаем, сколько она… 10 лет родились, равен, она мёртвая или живая. Причём в каких-то… Я смотрел на Ютьюбе «Жмурки». Я читал книгу, смотрел на Ютьюбе, слушал в Яндекс.Музыке. Аудиопостановку «Жмурки». И там половина комментариев была про то, что сиська колышется, что там дышат трупы в этой сцене в первой. Да, это же вообще эту сцену очень долго снимали из-за того, что… Дожидались, пока умрут люди реально, чтобы они не дышали. Там типа массовка, и они снимали, что они должны быть мёртвыми, но из-за звуков выстрелов они дёргались рефлекторно, они долго не могли это снять. А мне понравилось, что на Ютьюбе, я сегодня зашёл, там много комментариев и залайканных самых из 2022 года, и там есть коммент две недели назад, некто написал коммент вот такой «Я не знаю, что там говорят про Панина, но в этом фильме он сыграл офигенно». Я согласен, что он сыграл офигенно, я просто хочу, чтобы мой подкаст наш занимался не только развлечением, но ещё и просвещением людей, поэтому я расскажу тебе, что говорят про Панина. Про Панина говорят, что ему засовывали в задницу ногу, и что он лизал хуй собаке, да, по-моему? Снимался в сериале «Солдаты». Снимался в сериале «Солдаты». Но это грязный домысел, который мы никогда не увидели. Но это монтаж. Я не знаю, что там говорят про Панина. Чувак, загуглишь, что говорят про Панина. Там показывают ещё про Панина, и всё. Там такие комментарии угарные, я бы хотела зачитать некоторые. Давай, давай, давай. Это так круто. Давай. Так, комментарии такие. Аделбек Турдукулов. Балабан, он же Балаган, шедевр. Вот тут я не понял, но глубокомысленно. Из-за этого фильма люди оказались на обочине жизни. Из-за правды. Хорошие актёры, но не для государства. Евдокимов, Тальков, Цой, Бра-2. И много таких, мы всё помним. Жаль, гранаты не применили. Я, когда первый раз смотрел фильм, ждал, что гранаты применятся. А получилось, что так и не применили. Бля, нихуя, ну там и базуку не применили, на самом деле. Я думал, я и второй раз смотрел. Думал, ну может, сейчас бахло. Блин, да, это, вы знаете, это городские легенды, что там на шестой, на шестой просмотр. Жмурно. После титров там гранаты кидают. Так, ещё. Жаль, в фильме очень много грехов. Сценаристы не смогли нормальный сценарий придумать. Какие-то чувак, вообще, мне кажется, у всех же фильмов грехи есть. То есть он вообще бедолага. А он грехи, наверное, имеют в виду, типа, киногрехи. Вот эти, которые, а, там, там хромакей, хромакей, там был хромакей. Я думал, опять убийство, господи. Ещё есть такая, уже заканчиваю. Столько выстрелов было в этой квартире, и ни один сосед милицию не вызвал. Я с травмата в воздух стрельнул, когда гопники нападали. И вовремя смотался оттуда. Прошло минут 20, и я в окно смотрю, а на этом месте уже полиция стоит, расспрашивает прохожих, кто что увидел. Фильм-сказка, конечно, но мне понравился. Короче, что это такое? Это комедийный боевик, да, наверное, так можно назвать, который снят... Его Тарантино сравнивают, но он скорее в манере Гай Ричи снят, как мне кажется. Кстати, тут есть комментарий отдельно про это. Балабан Евгений, Тарантино отдыхает. Короче, что это больше на манеру фильмов Гай Ричи похоже. Понятно, что и у Тарантино это было, но я бы просто скорее вот это, что много-много линий, которые все потом в одну собираются. Ну что, в Чтиво как будто в Криминальном три линии, которые там, вот они перевели, и там больше новеллы, по сути, с героями. Вот в Псах, наверное, так, но там тоже как будто одна история, просто кусками на монтаже, ну типа порезанный медным нарезок Бироуза, грубо говоря, распиханный. А как будто это больше в стиле Гай Ричи, что куча героев... Да, будет ставка. Будет ставка, конечно. Какие есть герои? Есть, ну, наверное, основными сквозными героями являются Панин и Дюжев, Серёжа и Саймон. Двоица. Вот это вот как будто... У них, кстати, из этой книги, я узнал их фамилии. О, и вот тут как будто единственный аналог Старантино, который можно провести, что как Джулс и второй чувак в Криминальном чтиво, также такая же двойка, и там Сэмюэль Эль Джексона персонаж всё время цитирует Библию, а здесь Серёжа всегда крестится, когда на церковь смотришь. Про Макдональдс есть диалог. О, тут? Нет, в фильме. Точно, да, только там они говорят, да, про метрическую систему, а тут он говорит, если ты дерьмо будешь есть, дерьмо всё запихивает, дерьмо. Да не могу я есть, когда про дерьмо разговаривают. А он ещё там говорит, заедем туда, там что, и тот ругает, он говорит, ну что, там быстро и вкусно. А потом этот Серёга, он говорит, русские пирожки, что может быть лучше? Так, фамилии ты нашёл? Да, во-первых, в этой книге город называется «Город Мухосранск», очень часто произносится, всегда. А чуваком зовут Петрик Серёга. Прикол, даже на таком уровне уже. Петрик Серёга и Долгоносов Саймон. О, ну Семён только он там. Ну да, да. В последней сцене его Семён называют. Нет, это типа кличка его, Саймон от Семён. А про Нижний Новгород угарный комментарий был, это в Нижнем Новгороде снято, и там какой-то коммент был там, «На девятой минуте дом из фильма «Я худею». Мне теперь хочется думать, что это в одной вселенной происходит событие, что типа какого-то, типа вот мент, которого убили, это отец Бортич из фильма «Я худею», и она из-за этой травмы начала много есть и растолстела, и начала трахаться Сергеем Курицыным. Романом Курцевым. Ну не, угарено ещё, что вот так, это дом из фильма «Я худею», это как будто получается, что человек сначала «Я худею» посмотрел, а потом «Жмурки». Это как мем, где Петр Мартич из группы «Пассаж» стоит с Витиакой 47 и коммент, типа, а кто это, что за чувак рядом с Петером? Что типа новое поколение, уже другие кумиры, они росли на «Я худею», в то время, как мы росли на «Жмурках» и прочим. Короче, мне ещё вот, давайте, короче, вот они бандиты, они работают на босса, которого играет Никита Михалков, его Михалочка, да, по-моему, зовут? Да, Михалочка. Вот, и он типа босс в стиле вот это, малиновый пиджак, роскошные эти все дома, у него есть сын, вообще это вот эта главная комедия, Владичка, который выглядит как Дадли с первого «Гарри Поттера», и там есть угарный, когда они… Он угарный, он какой-то непропорциональный, да, у него какая-то… Ну он толстый просто, и это какой-то вообще, он не актёр вообще, его там как-то нашли случайно во время прослушивания, что он чей-то сын, по-моему, и он, короче, что он Балабанову понравился за то, что он наглый был и такой, типа, это… И там вообще мне так нравится момент, когда они приходят в морг, и он подбандит у этого такой «Здорово!» Ну и всё, я вот с детства помню, когда он такой… А просак – это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием, и это такой… У женщин! Он такой, вот, видишь, даже Владичка знает, но там Владичка вообще охуенный, что он ещё в Лего играет, и там он будет и строить. Я, короче… Что, в кладбище там? Да, я вот неделю назад был в Питере, я ходил на выставку про Балабанова в Севпорт, и там типа… Или Севкабель, ну, короче, в Порт Севкабель, это, по-моему, называется, да? Севкабель Порт. И там было как раз стенд про жмурки, во-первых, там всё было оформлено как комиксы, то есть там были кадры из фильма с фильтрами, как будто это комиксы, и с репликами приделанными. И там было из Лего, и я никогда… Я вот сейчас, когда пересматривал, реально, там было всё, что из Лего было построено у него, и там просто хуёво… Непонятно, что это, он спрашивает, что это, он говорит, гроб. Ну что ты, тут целое кладбище, ну что ты, мамка заругается. Вообще, бля, как это охуенно. Я, если что, буду пытаться пародировать всех персонажей фильма «Жмурки», просто очень плохо. Мне пока круто всё получается. Мне вообще в этом фильме роль Никиты Михалкова показала, что это вообще русский джокер как будто. Он и в костюмах таких ярких, и он как будто всегда такой чуть-чуть весёл, типа, почему так серьёзно, чуваки? Ну что, карачунки, рытые ли? Блин, а там вообще такая, короче, история вообще фильма. Ну я просто думаю, что сюжет все в целом смотрели, что, типа, они работают на боссах. А я вообще не знаю, как его сюжет описать. Одни дебилы приехали к другим дебилам, постреляли, поехали к другим дебилам, постреляли, и в конце оказались все вместе. Да-да-да. Ну да, там сценарной линии вообще нет никакой. То есть они… Не, ну просто замес с бандитами, просто его… Это надо, ну это кратко не описать, просто либо пересказывать по сценам, из-за того, что это ещё ото всех. Ну короче… Нет, я имею в виду, что здесь, что просто интересно, что там нету… То есть, короче, нет завязки и нет развязки у этого фильма. То есть там вообще, ну по сути, с героином завязка где-то на середине фильма идёт. Там на самом деле, смотри, в начальной сцены, где убивают хирурга, мент узнаёт, что должны героин передать через доктора. И нанимает поэтому вот этих трёх, Коруна Маковецкого и Эфиопа, чтобы они ограбили тех чуваков. Босс отправляет их за героином, те их пытаются грабить, они их выслеживают через мента и отбирают героин. И вот в целом это весь, по сути, фильм, где всё остальное держится на диалогах. Вот какая моя проблема с этим фильмом. Я вот сейчас его пересматриваю, я помню, что он весёлый, и мне он пиздец и сейчас понравился, но я не смеялся, я просто, он у меня просто в голове, что он смешной. У меня знаешь, как вот эти родители говорят, что ирония судьбы очень смешная, и ты её смотришь, там ничего смешного нет, но ты просто знаешь уже, что она смешная. И ещё он к тебе проник в мозг, когда он был неокреп. Блин, ну там вообще, вообще всё угарно. И, короче, вот эта тройка другая бандитов, где Маковецкий, чувак, который выглядит, как будто он нахуй сватов, с вот этой смешной тут бляпой какой-то, и темнокожей. И там, ну, короче, кино, ещё, естественно, клеймят где-то, что оно расистское, из-за того, что там слово негр говорят всё время. И там, ну, там такие. Мне вот в детстве было угарно, с того, что он такой, да русский я! Ну какой ты русский? Ты вчера людей жрал. Мы что, баклажан ещё его называем? И там пиздатый Маковецкий говорит, ну какой ты русский? Русский столько не курит. Я и Корун по пачке в день выкуриваем. Ты полторы-две. Какой ты русский? Чё ты мне рассказываешь? Блин, и там угарно, что вот эта двойка бандитов тоже, что она тоже достаточно киношная, что Саймон типа маньяк, которому нравится причинять насилие, и что я его вообще воспринимал как ребёнка. Ну что вот он, ребёнок с незамутной, вот такой, как вот дети жестокие, что он при этом искренне очень радуется, когда он эти пластинки находит, что он такой, о, Спарксы! Ну это как будто они двоём... Сестра-кэтс! А они двоём, это как будто Данила Багрова разделили на двух людей, и оба неприятные, оказывается. Без улыбки Сергея Бодрова, ты такой, а, нет. Это, кстати, это, кстати, нетипичная комедийная пара, потому что здесь оба дебилы прям. Да, ну вот я подумал, что вот, когда ты говоришь про, как Тарантино, или там Гай Рич, это вот русская версия, тупой ещё тупее, мне кажется. Да, у Саймона ещё прическа, стиль Джо Керри с тупой ещё тупее. Блин, ну мне вообще всё, бля, мне вообще всё, вот Саймон и Серёжа, мне вот в этом дуэте вообще всё угарено. Да-да-да, они вообще супер клёвые. Там история вот такая, Балабанов после смерти Бодрова несколько лет не снимал фильмы, к нему пришёл Сергей Селиванов, это... Сельянов. Сельянов, да, продюсер с СТВ, который, ну вообще клёвый мужик, он ещё, они нахуй фильм Квентина Дюпье снимали, ну то есть там Квентина Дюпье, поняла кто это, который снимал Жевал, и вот это всё французский про шину-убийцу фильм, и у неправильных копов в начале заставка СТВ, потому что Сельянов продюсировал, и что он пришёл и принёс ему сценарий какого-то начинающего чувака, ну просто там сценариста, я не помню кого, тут появится сноска, разумеется. Это же Мурак, да? Да-да-да. Он какой-то футболист, вот чувак, который написал. Да, он сценарист. Который книгу написал? Не-не, вот Стас Махначёв, да? Да, Стас Махначёв, да-да-да, вот точно. И Балабанов сказал, я сниму, но так, что, но всех звёзд позовём. И он сказал, что я сюжетную канву всё оставил, но диалоги переписал, потому что, как у него, люди не разговаривают. Неизвестно, что было там, но в итоге там светло-синие пидорасы, церетели, и все эти возникли, потому что именно так люди разговаривают. И, короче, и мне вот это понравилось, что это фильм, это, нахуй, русский-французский вестник. Потому что вот ты смотришь французский вестник, и там все знаменитые актёры, и там пиздец, там камео, вообще всех там. Я, кстати, тоже хотел отметить, что зачастую фильмы, где снимаются только звёзды, выходят говном полным, но здесь как-то, короче, здесь клёво, они ещё клёво использованы. А здесь вообще угарно, что краска на секунду появляется. Ну да, да, и что Ренат Витвинова, официантка, ну, короче, в этом какой-то жёсткий кайф, тут ещё просто, короче, тут ещё это работает на юмор, то есть здесь не просто утверждён актёр какой-то, типа, такой здоровый. То есть Никита Михалков, блин, мне ещё кажется, в этом есть какая-то сатира, потому что Никита Михалков уже давным-давно руководит, вообще, по сути, Никита Михалков главный в кино в России, и они его сделали главным бандитом. Ну, короче, мне кажется, мне кажется, какая-то в этой сатира заложная. Гарик Сукачёв ещё там. А вот это всегда, я каждый раз удивляюсь. Сварь, я тебя резать буду, гадина. Русский джар-атлета. Русский джар. Так там ещё угарно, что Балабанов обожал, чтобы актёры переозвучивали друг друга. Там же и в «Брате» Сухорукова, не Сухорукова озвучивает, и что он говорил, что это вот такой способ актёрской игры добиться, что у тебя физиологически один человек играет, а потом другой человек голосом играет, и ты двойную, типа, актёрскую игру смотришь. И здесь же, вы знаете, фильм Панина Гальцев озвучивал. Всё время голос Панина, Юрий Гальцев. А Панин озвучил врача, который... Лёшка, или как ты его так зовут? Вот это ещё жмурки, это пик инцестуального бандитского кино, в плане, что все в бандитских фильмах везде переиграли одни и те же актёры, что это просто уже инцест внутри, нахуй, что ты был в бригаде, иди теперь в жмурки, иди, нахуй, в бумер, иди везде. И там есть несколько угарных теорий, что, например, есть Кабан появляется, персонаж Кабан, который говорит, а помнишь, как мы Белозёрских замочили, о которых вы что, всё стреляете, вот этот, и что в бригаде есть друг Саши Белого, которого зовут Кабан, и он с ним только по телефону разговаривает, его не показывает, что это как будто один и тот же персонаж. как будто один Кабан, у меня во дворе был Кабан, это тоже, он из бригады тоже. Типа что он ему отвечает, как будто информация, которую он сказал ему по телефону, мы сейчас в жмурках видим? Ну просто, что это один и тот же, что это жмурки через вселенные. Я думал, если бы он говорил по телефону, и что-то тот сказал, и этот здесь жмурка говорит вот ту информацию. И убили всех друзей Саши Белого. Включая Дмитрия Дюжева, он переселился в Саймона. Короче, и то, что певцов, тут играет бандита по имени адвокат, а в «Бандитском Петербурге» он играл адвоката, и что это типа тоже, типа прикол, что это всё метавселенная какая-то. Это вообще всё ирония, все жмурки, это вообще жёсткая ирония. Не-не-не, сто процентов. и кайф, что это ещё выкупили зрителя, то есть это не, это вообще, это, кстати, это же реально, ну то есть это же реальная редкость, когда в фильме сняли всех звёзд, в фильме дохуя внутриков, и при этом фильм всё равно легко смотрится и понравился зрителям. То есть это по сути как будто суперуспех, то есть обычно такие фильмы проваливаются жёстко, типа где куча приколов, и потом ты выискиваешь эти приколы, чтобы хоть как-то оправдать, какое говно ты посмотрел. Мне кажется, ещё прикол этого фильма в том, что он, это первый, может, единственный неромантизирующий фильм бандосов, то есть все остальные, и я понял, мне вот это, мне это нравится, что такое есть, но понял, что мне не нравится просто убийство в фильмах, в бандитских. Мне нравится всё-таки, знаете, когда они дружбанные, что-то такие, что-то тусуются, больше что я люблю в бандитских фильмах, тусовки. Блин, а мне... То есть ты бандитские фильмы смотришь ради дружбы. Ну да, но там ещё они убивают, но там приятно, что они такие, блин, пацаны не кидаем, и ты такой, да, пацаны не кидаем, и всё. Это надо «Клан Сопрано» смотреть, где там очень мало убийств, очень много дружбы какой-то. Блин, а мне в детстве, вот мне Саймон, ещё по Саймону фигурка выходила, знаете, эти башкотрясы были, которые раньше, и вот по Саймону был башкотряс Саймон, и я в детстве, ну короче, я слишком, ну из-за того, что в Волгограде не было, я пытался его захантить как-то в Москве, чтобы моя мама, когда в командировку поехала, привезла мне Дмитрия Дюжева из «Жмурок», но там что-то всё не срослось, возможно, потому что моя мама сказала, ты дурак. Я не помню, честно говоря, но это вообще угодно. Я ещё помню, что это в один год выходило, «Жмурки», и первый мультик «Мадагаскар». Это была лучшая неделя в моей жизни, где я сначала сходил и на «Жмурки», потом на «Мадагаскар», и такая, бля, как же охуеть, мне понравились «Жмурки». Ну чё, сука, в «Жмурки» играть будешь? А тебя родители водили на это? Да. Как они пытались тогда по-разному вырастить? Загадайся, на какой фильм я пошла с папой, а на какой с мамой. О, всё, понятно, легко. На мой взгляд, во-первых, что я бы не сказал, что это кино в стиле Тарантино. Мне кажется, что как раз-таки там все герои вот такие, и клишированные, и разговаривают вот так, и у Саймона эти, блядь, пистолеты все, что это кино, которое высмеивает карго-культ, который существовал в СССР, ну и в 90-х, соответственно, в ранней России, что люди смотрели все фильмы, нахуй, про Рэмбо, про всех этих бандитов американских и пытались жить так же реально, потому что Никита Михалков живёт, нахуй, как лицо со шрамом. Ну что тоже пиджаки, вот эти все, что ему только горы кокаин не хватало. Наверное, он принесли там в коробке. Да, да, и он же, да, попробовал, такой молодцы. И что они, когда домой приходят, например, к менту, которого играет Сухоруков, что у него постер Рокки висит, и там видно, что у него кассета с Терминатором, что это все люди, которые слепо впитали западную культуру и пытаются её заново воспроизводить, что это в какой-то мере высмеивание карго-культа, что это не Балабанов написал сценарий, где люди ведут себя как герои фильмов Тарантино, а Балабанов снял фильм про людей, которые реально пытаются себя так вести. Мне вот вообще вот так показалось. Ну да, да, и там в противовес этому есть персонаж Панин, который наоборот суперроссийский, он типа, он вообще отрицает западную культуру, он каждый раз крестится при виде церкви, и вот он типа ровно в противовес всему вот, что выстёгивается в этом фильме. Например, вообще всегда обвиняли там в антисемит, что он антисемит, что он ксенофоб и так далее, он же просто снимает кино про людей, которые так и есть, ну там в 90-х. Скорее всего, он действительно и расист, и ксенофоб, потому что он ксеноморф, потому что он снимает фильмы только про этих людей. Слушай, нет, есть «Я тоже хочу», есть «Мне не больно», есть «Кочегар», то есть у него не только, просто самый хайповый, а ещё долго. Я тоже хочу быть русским, должно было называться. изначально. До брата... Мне не больно быть негром. «Кочегар» — нет, просто негр, он всегда такой, это не чуматость. А до брата он снял вообще экранизацию Беккета, экранизацию Кавки, «Счастливые дни» и «Замок». То есть он просто, ну, когда ты снимаешь кино про людей в 90-е, естественно, что какой-то человек может сказать, я евреев как-то не очень. Нет, я вообще, я за это, было бы тупо избегать этого, когда ты реально вот берёшь временной промежуток. А вот что делать, допустим, он выстёбывает то, что это расизм, то, что этого называют там баклажаном, эфиопом, ты это закладываешь, а люди потом, все, которые смотрят, они смеются просто из-за того, что ты реально, все говорят, а, баклажан, а, негра. Ну, а так, ну, люди долбоёбы тоже. Знаешь, типа, вот мне понравилось, что посыл такой, это я для канала вот переводил документалку про чувака, который делает всякие ролики в интернете, ну, он типа супертролль, и он говорил там, ну, и, короче, он очень много сейчас, то есть мне кажется угарно, что в Америке в эпоху мету и канцелинга он просто снимает на YouTube видео, где он такой, изнасилование, ретардс, ретардс, и он прям, ну, просто оскорбляет много, прям оскорбительно, и что он там в угар, там, Трампа поддерживает или какие-то такие, просто чтобы у людей жопы горели. И он говорит, я в своих роликах, если вы, ну, вменяемый человек, вы понимаете, что это ирония, что я высмеиваю, типа, а если вы нахуй не понимаете, то зачем я каждый раз должен вам объяснять, с какой юмористической целью я использую слово спермоприемница. И у меня с Балабановым так же, что если ты пытаешься высмеивать то, что они все расисты или что-то такое, а потом люди это не понимают, то это, блядь, пошли нахуй эти люди. Но еще, ну, как будто, ну, это же, ну, короче, мне кажется, еще сами, ну, что они все, все реально так себя вели, и тогда это все так воспринимали, потому что это просто срез действительности. В России же нету, на самом деле, я понимаю, что, наверное, так нельзя говорить, но я скажу все, что в России нету, нет уже какой-то дискриминации по отношению к темнокожим. Мы все просто такие, о, негр, нихуя себе. Там еще Саймон тоже нихуя не понимает, что он говорит, давай негр убьем, не нравятся они мне. Ну, то есть, там же непонятно, почему они им не нравятся, просто дурак какой-то, ну, то есть, это как будто все равно считывается, мне кажется. Ну, может, но в итоге они русских больше убили, чем негров, поэтому баланс соблюден. Дэйв Шапелл не будет, да, про этот фильм записывать ебаный монолог. Что по книжке, расскажи, пожалуйста, это значит... По книжке. Давайте, во-первых, прочитаем, мне нравится, что на обложку книжки они поместили, мы достаточно удалились от 90-х, чтобы разглядеть их без эффекта лицом к лицу, лица не увидать, поэтому в наши дни выходят фильмы, медитации, вроде жмурок, Виктор Пелевин, то есть, они еще решили на обложку книжки поместить отзыв Виктора Пелевина, в котором он вообще возможно он не говорил, когда. Можно было вот так, можно было вот так написать. Мы достаточно удалились от 90-х, чтобы разглядеть их без эффекта, лицом к лицу лица не увидать, поэтому в наши дни выходят фильмы-медитации вроде жмурок Мартин Лютер Килл. Принеси мне, пожалуйста, чашку Американо. Виктор Пелевин. У меня есть мечта посмотреть жмурки Мартин Лютер Килл. Мне нравится, что они, ну это реально может быть и выдуманная цитата Пелевина, то есть, чуваки могли выбрать любого, любого человека. Они такие, Виктор Пелевин. Это ты выделил все? Да. Ну это просто, я отмечал, что они в книге, автор решил, вообще книга выглядит, как будто автор смотрел жмурки и такой, о-о-о-о, сейчас-сейчас-сейчас, добавлю вот тут, потому что тут есть момент, где он такой, а что-то всегда неожиданно все появляются в фильмах, и типа он такой, вот, блин, ну это же, блин, Никита, то есть ты, значит, любишь фильм, а ты просто книгу прочитал и решил расхвесосить. А ты никак не сказал, за что ты не любишь фильм? Фильм мне просто не кажется смешным почти весь. Несмотря на то, что я вам тут улыбался, когда вы говорили из него прикол. Я просто не хотел, чтобы раньше времени раскрывать свою сущность. Так, то есть давай, давай пойдем. Он слишком, короче, я понимаю, почему. Можно было начать с этого? Я выманил, это знаете, в течение 40 минут не породили, вот, Мадик, что ты тут? Я же сказал, что говно, вы такие, это целое кладбище. Надо сначала выманить. А мы смонтируем. Выманить, а потом? Мы все смонтируем, как будто в этом начале. Ты забыл, что магия монтажа. А, черт. Я буду членом урта, Блин, опять попался. Да, да, это все. У нас членом урта говорит, что это единственная, есть только одна вещь, которую я люблю больше, чем фильм в мурке. Да, да, если членом урта ты будешь, потому что есть, конечно, магия монтажа, но член вот этот, который скоро тут появится, мы не сможем вырезать. А он уже начинает реагироваться. Где-то, да, да, Я понимаю, почему людям нравится этот фильм. Я не могу осуждать 20 миллионов человек. Которые посмотрели его? Его в Ютьюбе. Нам 20 миллионов просмотров. Это для людей, которые любят, знаешь, вот это, приколы из жизни. Там же, видишь, кто-то прикольно говорит, вот всякие, как это там, вот это, церетели, что он там говорит? Корочун, да, смешные фразы какие-то, вот такое. А я люблю приколы в жизни, в жизни. А в кино я люблю приколы из кино. Я предпочитаю разделять. Это нахуй на обложку, вот так все. Я люблю приколы в жизни, в жизни. А в кино я люблю приколы в кино. Виктор Пелевин. Николай Васильевич Гоголь. Блин, это вообще мощно. Блин, ну мне просто, мне вот, я сейчас его, когда смотрел, мне не смешно было, но я помню, что это что-то смешное. И мне было вот так. Есть, знаете, веселые фильмы, где ты смотришь, и ты не угораешь вслух, но тебе весело. Вот мне кажется, Жмурки веселый фильм, потому что Михалков веселый, Дюжев вообще. А, ну, сцена с врачом, когда он приходит. Вот это мне нравится, кстати. Вот последняя, вот эта сцена, и сцена, что они депутаты, мне нравится. Да, прикольно, что когда в конце ранят, да, Сережу, что они вызывают врача, который какой-то студент, на самом деле, медицинского, Лешек, который нюхает кокаин в ванной, и такой, а что тут покойников так много? Блин, ну мне, мне как будто много в этом фильме угарено. А как Саймон в Макдональдсе, когда ничего не надо. И все вообще, ну, короче, все, все, а в начале, когда он выходит и убивает человека у тачки, который их пытался ограбить, и что он говорит, тебе надо в сборную по стрельбе. Он говорит, а что ты машину помял? Он такой, я в сердце метил. Как вы слышали, как будто вы только что с фильма вышли, и Диману пиздец понравился, а Никите вообще нет. И мы еще пытаемся тебя уговорить. Еще тот момент, когда он еще пытается сказать, да нет, Никита, это было нормально вообще, ты что, круто вспомнишь? Не, я хочу, чтобы мне все нравилось вообще в жизни, потому что, когда не нравится, сейчас новая цитата Виктора Пелевина родится, я хочу радоваться жизни. Но я посмотрел, ну вот я посмотрел год назад первый раз, возможно, в этом беда была. И, видите, вас просто поймели на ваш неокрепший мозг. Да, да, да. Как Спайдермен меня поймел, вас Балабанов поймел. В Дагаскар чуть-чуть, да, надломил, надломил наш девственный мозг, и уже жмурки вошли, с двух рук. С ноги сразу в задницу. Мне вот не нравится еще, что в фильме, как будто все тупые, а я не люблю, когда все тупые. Кому-то... Это, кстати, можно взять лозунгом для вот этой цитаты нашей организации по борьбе с умственной отставкой. Я понимаю, что... Я не люблю, когда все тупые. Но, когда мы говорим борьба с умственной отсталами, это не то, что мы их травить будем, мы будем реально рестлинг устраивать, где будут люди с задержкой в развитии бороться, потому что если... Ну, это угарно будет. Блин, я знаю, что я как будто решил... Ну, вот, я такой, ну, за что-то меня точно отменят. Пока что... Мне нравится, что ты пытался оправдаться и наговорил еще больше хуйни. Да-да-да, конечно, так в этом и задумка была. Так пока сироты проглотили все оскорбления, теперь посмотрим, как умственной отсталой исправиться. Ну, надо просто расширять границы дозвольного. Я просто вот так, это надо, наверное, проговорить, мы в подкасте кучу гадостей говорим, и я вот иногда там про женщин могу гадости сказать, или вот просто все, что мне... Короче, когда только делал подкаст, вот, я думал, типа, что когда мы с Лизой начинали делать подкаст, и был вопрос, делать подкаст или нет, там вставал вопрос еще, что мы будем говорить гадости про фильмы, и будут литься какие-то гадости на нас. И мы с Верой еще обсуждали, она говорит, надо думать, какой посыл ты несешь, и в изначальный момент был выбор, фильтровать то, что говоришь, или вот все, что тебе смешно, но вот тебе в секунду смешно сказать, и она ест сперму, и ты такой, все, говорим, это сразу же, это отличие разгонов оффлайн и разгонов онлайн, что на оффлайне все, что угодно можно говорить. И я подумал, что можно выбирать, что ты говоришь, и на тебя какая-то часть людей не будет обижаться, ну вот кто-то, кто вот эти, я вот сказал слово даун, кто есть сперму, кто обижается на шутки про умственных отсталых или что-то еще, а можно говорить то, что тебе весело, в надежде, что люди поймут, что тебе весело, а те, кому непонятно, что это шутка, то и нахуй у меня такие, ну такая вот... Это видео будут крутить, когда Димана убьют сироты, или кто-то... Димана такой, ну я честно, что кто-то поймет, но если не поняли, то... Да-да-да, если вы смотрите это видео, значит я уже мертв. Это либо сироты. Возможно, мне он еще не нравится, из-за того, что там у всех прически, я так полжизни ходил с такой прической, и мне, возможно, это... Я не хочу вспоминать это у меня психологическое оторвение. Блин, ну там мне как будто вот все угарит. Ну короче, что вот тоже люди, которые такие, ну он там негр, говорит это плохо. Да бля, ну это же прикол. Нет, вот Билл Бёрджи круто сказал, в последнем концерте там важная мысль, что вот, ну там он начал, где разгон у него про то, что отменяют уже людей, которые умерли, что это важный момент, в какое время это говорится. Да, и я, если что, все мои шутки про фонд по борьбе с умственной отсталостью, я говорю в 2022 году. Причем в 2021 году это было бы реально пиздец, Диман, но в 2022 году можно такое. Да, я эти все шутки про в любой год сказал бы. То есть в плане выстроить какую-то аудиторию подкаста, который, где мы с Лизой тщательно выбираем слова и потом до конца жизни быть заложниками этой всей хуйни, либо же просто, где такие, включая этот подкаст, мы готовы, что тут сейчас будет оскорблять кого угодно. Я понял. Ты передо мной оправдываешься? Пришел, блядь, вот он, пришел нахуй. Я пришел из министерства, из министерства подкастов пришел. Мне пришла бумага, что вы высказываетесь по поводу людей. Скажите свою позицию. Вот он, блядь, посмотрите на него, пришел жмурки, он не любит, блядь, гондон. Да ты, блядь, а что ты любишь? Скажи свой любимый, мне еще его отхуйся. Скажи, что ты, Человек-паука или Человек-паук хуйня? Просто пи-пи-пи, да какой? Ну да, реально, любой хуйня, Человек-паук. Все фильмы с Человеком-пауком. И мультсериал хуйня. А ты думаешь, я не ударю туда, куда? Ты бьешь по себе, дурак. Ну я готов, я готов, я умру вместе с тобой. Это двусторонний дилдо, брат, который загоняет тебя в задницу своей задницей. И вот, что я тебе скажу перед этим. Звучит не больно. И вот, что я тебе скажу перед этим, как говорили в «Леди Бродягов», встретимся на середине. Чё, Никич, посоветуй какой-нибудь фильм вместо жмурок? Да нет, смотрите жмурки. Всё, спасибо большое, что пришёл, Ники. Ваша жизнь. Не, ну жмурки хуйня, допустим, что бы ты посоветовал в этом жанре? Мне кажется, вот жмурки, как горько, нет? Что для людей, которые вот такие, а, вот так вот, типа, там нет сильно шуток. Прямо сейчас вот тут жмурки, как горько для людей, которые, а, вот так вот. Типа, знаешь, как в жизни? О, всё как в жизни. Ну, тут уже как будто, знаете, типа, ну вот они в фильме ещё это, вменяемые, тут уже видно, что, посмотрите, вот просто на это вот, вот, тут люди как будто видно, что ёбу дали. Мне кажется, вообще Балабанов их хотел всех собрать в одном месте и убить. И уничтожить. Мне кажется, он какое-то облучение делал, но фильм слишком быстро сняли, и поэтому они просто ёбу дали. И то есть, это просто всё какое-то имело действие, какое-то, какое-то зомбирование. А что бы ты посоветовал вместо жмурок? Давай. А какой надо жанр? Криминальный? Просто свой любимый фильм, либо в жанре криминал. Блин, Клан Сопрано. Это в 900 раз больше, чем в жмурке. Прослушка. Санта-Барбара все сезоны. Симпсоны, 34 сезона. Не, ну это криминальные, ну это я в том году с бригадой, я, конечно, большим впечатлением, я потом 3 дня вот так вот ходил, зачесал, ходил. А ты что, Диман, посоветуешь? А ты посоветовал Клан Сопрано, да? Тебе не стыдно? Почему? Я тогда посоветую все святые Ньюарка, это приквел Клан Сопрано в виде фильма. Множественные святые Ньюарка. А он хороший? Ну там, там сын Джеймса Гандальфини играет молодого Тони Сопрано, и там он жестко похож на отца, и там какие-то вот эти его все взгляды из-под лоби, и вот эта странная походка такая, какая-то, знаешь, тяжелая. 40-летнего человека. Да-да-да, жирного, все круто показано. Ну мне, ну короче, просто как самостоятельный фильм не работает вообще. Блин, я бы посоветовал, что про криминал, я бы посоветовал во все тяжкие, разумеется, это вообще, это лучшее, после клана Сопрано сразу посмотрите. Во все тяжкие, и лучше звоните Солу, это вот связки, это лучший сериал на телевидении за всю историю на мой вкус. Сол, ну наверное, Сол даже больше, чем Сопрано. Из Угарного я бы, все, я быстро, я бы посоветовал бы русский фильм «Папа, сдохни». Ой, это прикол вообще. А я бы посоветовал «Сорые козырьки» вообще, то есть до какого-то сезона там вообще супер клево. Да, мы решили, да, вместо Угарного криминального фильма посоветовать серьезные криминальные сериалы, долгие. Можно следующие подкасты ничего не рекомендовать, они будут еще смотреть. Так, блядь, у вас с момента выхода этого подкаста у вас есть две недели, чтобы посмотреть все, что мы рекомендовали. В следующем подкасте в начале мы проводим тест на знания вас, за сколько вы разбираетесь, и всех, кто неправильный комментарий напишет в Ютубе, мы забаним навсегда. Спасибо. Блин, как бы круто, если бы так было, прикинь, где-то вот такой, ты выпускаешь свой ролик и какой-то вопрос задаешь, и что люди, если на него отвечают не так, как ты хотел, все, для них заблокировано это видео навсегда. Подписывайтесь, я думаю, да, у нас на этом все в целом. Подписывайтесь на канал Лизы. Лиза Варвара Ранова. Лиза Варвара Ранова. Подписывайтесь на мой канал Дмитрий Колобелкин против Никиты. Вконтакте добавляйтесь в друзья. Добавляйтесь вконтакте в друзья к Никите. Приходите на наш концерт с Лизой 29 ноября в стендап-клубе, это все еще выйдет. Афиша будет тут, в сноске и в начале видео. Тоже будет афиша, потому что нам похуй. И ставьте лайк, я забыл сказать, и подписывайтесь на канал, и ставьте лайки. Давайте так, все, кто, все, кто посмотрел до этого момента, Никите вконтакте под... Никите вконтакте под аватаркой и напишите любимую цитату Виктора Пелевина. Нормально. Мне надо повышать активность вконтакте. Все, всем пока. Спасибо.